Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Минсельхоз отчитался о росте производства молока. На одну корову по итогам первого квартала приходится 22,3 кг в сутки, что больше на 0,2 кг, чем за аналогичный период прошлого года. Самые производительные районы – Куменский, Слободской, Оречевский, где показатели более 24 кг. Ежедневное валовое производство молока – 2000 тонн, рост по сравнению с прошлым годом – 4%. Кировская область, по осверениям чиновников, занимает четвертое место в России по объемам реализации молока и седьмое по продуктивности. Экономика. На 101 фн. Налоговики ждут от кировчан уплаты НДФЛ. В апреле завершилась декларационная кампания и до 15 июля необходимо совершить платежи. Это нужно сделать ИП, адвокатом, нотариусом на общей системе налогообложения, а также тем, кто продавал имущество, получал дорогие подарки не от близких родственников или выиграл в лотерею. Для этого налоговики рекомендуют пользоваться онлайн-сервисами сайта ФНС, личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и уплата налогов и пошлин и мобильным приложением Налоги ФЛ. Бесконтактное взаимодействие становится все более популярным, отмечают в Кировском управлении налоговое. 60 тысяч человек таким образом подали декларации. Это каждый второй. Экономика. Завершение о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 74 рубля 58 копеек, официальный евро 89,68. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 фн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова